Жить это значит любить, это значит просыпаться утром и двигаться куда-то. То есть это какая-то некая векторная направленность в жизни, любовь. У вас есть семья? Да. Муж? Да. Ребенок? Да. Сколько детей? По крови один, а так 112. Театру Гоголя быть! Театру Гоголя быть! Под проливным сентябрьским дождем и в январский мороз актеры Московского драматического театра имени Гоголя выходили на улицы столицы спасать свой театр. Спасать от нового, назначенного администраторами от культуры и художественного руководителя. Они развернули борьбу. Нет, не за зарплаты и роли. За русский театр. Мат на улице, фалос на театральной сцене, настойчивые попытки расслевать детей на школьной скамье. Это наша культура сегодня. Чем она больна? Это не культура. Это преступление. И даже не болезнь. Это настоящее преступление, которое поддерживается нынешней властью и является частью ее идеологии. Власть считает, что свобода состоит из возможностей показывать, звучать таким образом и представлять публике то, о чем вы сказали. Это началось с 90-х годов. Совершенно очевидно, что это преступление несет в массы прежде всего болезни, которые истребляют эти массы. Эта идеология для нашей страны абсолютно губительна. Поддержав борьбу гоголевцев, фракция КПРФ инициировала проведение в Госдуме круглого стола по проблемам современного русского театра. Обстановка накалялась. Руководству Департамента культуры Москвы пришлось защищаться, раздавать интервью и проводить пресс-конференции. Против непокорного театрального коллектива была развернута настоящая информационная война. Увы, уберечь свой театр актерам не удалось. Но в историю отечественного искусства они вписали особую страницу. Чиновникам, жаждущим громить русский театр, пришлось умерить свой пыл. Мы хотим, чтобы театр Гоголя стал точкой отчета для перехода на новую систему критериев и оценки театров, на новую систему управления театров. Мы неоднократно заявляем и продолжаем заявлять, что у Департамента культуры нет планов закрыть театр, переформатировать его в какой-то клуб. И тем более нет планов, как нас обвиняют, выносить приговор всему репертуарному театру России. Но мы уверены, что и талант Кирилла Семеновича Серебренникова, и управленческий талант Алексея Аркадьевича Малабровского, профессионализм и их порядочность актеров трупа принесут успешные результаты. Уже 19 октября, через две недели после сделанного Капковым заявления, исчез театр. Московский, драматический, имени Николая Васильевича Гоголя. Тот самый, который был известен по адресу Москва, улица Казакова, дом 8А, вот уже более полувека. Приказ о его фактической ликвидации за номером 83D подписали новый художественный руководитель Серебренников и директор Малабродский. Оба люди профессиональные и порядочные, со слов московского министра культуры. И в этом издании состоялся дебют. 4 февраля его бурно приветствовал Капков. Тот самый министр московского правительства, который почему-то отказался встретиться с нами. Отказался поговорить с нами и новый режиссер. И мы так и не смогли узнать, чем не угодил ему театр Гоголя. Поэтому оценить перспективы вручения этого роскошного подарка, сделанного московским правительством режиссеру Серебренникову, нам с вами предстоит без их помощи. К величайшему нашему сожалению. Это не борьба старого с новым, не борьба поколения, это борьба культуры с бескультурьем, которая выдается за новые технологии креативного запада. Эти доморощенные от хулигана, дорвавшиеся до бюджетных денег, не считающиеся ни с людьми, ни с традициями культуры, накопленным наследием и опытом. Их цель – переформатировать московскую, а затем и российскую культуру по заветам Марата Александровича Гильмана. Произошел полный и окончательный разгром одного из старейших репертуарных театров города Москвы. Зрительный зал сломан, оттуда вынесены стулья, все ободраны штукатурки, все коммуникации висят. По мысли руководства нового театра говорит очень много о каких-то планах. Скорее всего, все дело идет к ночному клубу просто. А между тем, разжалованные Серебренниковым спектакли не спешат умирать по его приказу. Мы находимся на репетиции ДК, МВД. Театр имени Гоголя репетирует спектакль «Бешеные деньги», который выкупил Театр Галактика. Дело в том, что репертуар Театра Гоголя был весь снят. Лиана Гурамиевна Бальдясова, продюсер Театра Галактика, генеральный директор, она решила выкупить наиболее кассовый спектакль. «Бешеные деньги» практически всегда проходили с аншлагом. Если бы она этот спектакль не выкупила, то ожидала бы участь этого спектакля точно такая же, как все остальные. Они пошли бы на свалку, они просто валяются во дворе театра. Декорации, даже декорации премьерного спектакля «Мистраль». Пока московские чиновники всячески продвигают носителей провокационного искусства, изгнанные из Театра Гоголя спектакли все равно идут к людям. Зрители их ждут. Но тем не менее, война Театру Классическому, его великим традициям, объявлена. Культура в упадке, это знает весь мир. Виноваты в этом мы с вами. Допустили, чтобы вот эта попсався стала называться искусством. Часто в благодарность деятелям театра ставят памятники. Интересно, как мог бы выглядеть такой памятник Серебренниковой? Завтра ночью, как и из дома. Клинусь! То, что мне это просто неинтересно, это очевидно. Почему это интересно Серебренникову и подобным ему? Ну, может быть, не хватает немножечко ума? Это раз. Может быть, его дарование основано на какой-то разрушительной идее? Это два. Может быть, так биография сложилась, что он не любит людей, ненавидит их, хочет принизить их достоинство человеческое. Может быть, в этом он видит какой-то реванш, который он берет за какой-то в жизни проигрыш. Я не знаю его биографии. Я не сторонник режиссуры, построенной на популизме. Есть надежда на провинцию, и многие на это уповают, что там все не так. Что там какой-то есть блок в душе, стоящий на пути этого несчастья. Давайте надеяться. Здравствуйте. Так, кого у нас сегодня нет? Все есть. Пушкина только на первый взгляд рядом с Москвой. Живущий своими провинциальными чувствами и событиями, своей историей, город лишен московского лоска. Но проблем здесь не меньше, чем в столице. Как при этом Владиславу Ханагову, руководителю молодежной театральной студии «Маленький принц», удается научить своих ребят смотреть на мир гораздо более светлыми, чистыми глазами. Студия – это самое дорогое, что у меня есть в жизни. Я сюда прихожу, здесь очень хорошо, здесь дружная атмосфера, очень интересно. В общем, это самое главное вообще в жизни. Правда реальной жизни отличается от той, которую вы ставите на сцене. Несомненно, отличается, но как раз театр и пытается устремить реальность, правду реальности к правде театральной. Мне кажется, это вообще одна из главных целей театра и искусства в целом. Ты догадываешься, почему я вернулась? Потому? Потому что любишь своего мужа. Только поэтому? Посмотри на меня, получше, Зон. Мне не полагается поднимать глаза. Посмотри на него. Не смотри на меня так. Это не престольный. Я урод. Я безобразие. Я тебе приказываю, некрасивый человек. Неужели ты не понимаешь, что, отражаясь в моих глазах, ты прекрасен? Я учу их прежде всего разбираться и понимать жизнь и людей. Профессиональная подготовка, конечно, играет определенную роль. Некоторые мои ребята поступают, заканчивают, закончили уже театральные институты, режиссерами стали несколько человек, актерами. Но не это является для меня главной целью. Так же, как и для большинства ребят. Потому что не все ребята собираются становиться актерами, режиссерами. Главное, что я ставлю перед собой, и что я прямо говорю ребятам, они все это знают, это сделать из ребят, настоящих людей, для которых высшей ценностью является человек, человеческие отношения. Если любовь, то настоящая любовь, а не суррогаты, которые нам показывают в современном. А настоящая любовь, она какая? А настоящая любовь, это прежде всего искренняя любовь. Это не сделка экономическая. Об этом мы очень часто тут дискуссии проводим. Русский театр сам себя удачно похоронит, если он не будет успевать за аудиторией, если он не будет хотеть быть шефым, если он не будет жить по законам современного мира, если он будет говорить все время, что я вот такая старая, какая-то фигня, место, которое только в культуре 19-го века. Придут когда-нибудь люди из Министерства финансов или из Министерства культуры, вот новая генерация эффективных менеджеров, и скажут, вы знаете, друзья, а вот кому они нужны? И если за этот театр не смогут заступиться великие артисты, полные заслуги, да, то просто это отменят. Проще простого показать на сцене обнаженное красивое тело. Я не говорю о том, что в большей части то, что сейчас транслируется со сцены, это, в общем-то, некрасивые тела. Тело может доставлять какое-то эстетическое удовольствие. В живописи обнаженных тел тьма. Но когда это вступает в определенный современный пошлый, вульгарный контекст, да еще порой политизированный контекст, помноженный на порнографию, это преступно. Если в мирные для общества времена традиция и новаторство легко уживались под крышей даже одного театра и только совершенствовали театральное искусство, то сегодня у нас два театра. Тот, что не порвал с традицией, и иной. Несущий под флагом новаторства на сцену уличную грязь, которая место на винном заводе, а не в храме искусств. Поднимаемые им в воздух театра пошлость и нигилизм очень долго не оседают и очень долго не тонут. Собственно, как это было всегда, едва наступали смутные времена в государстве. А кто же тогда ходит на спектакли в винзавод? Что это за люди? Ну, это надо спросить у Жукова и у Абрамовича. Они же инициаторы этого. Я не историк театра, я не театровед, я не киновед, я не критик. Я мало вижу для того, чтобы судить об общей тенденции. Но я достаточно вижу для того, чтобы видеть предпочтение власти. Она предпочитает вот это, а не это. Она предпочитает то, что... Ну, когда Медведев говорит на всю страну, что он поклонник Deep Purple, это твое личное дело, господин президент. У тебя есть хор Пятницкого, у тебя есть хор Александрова, у тебя есть русская песня, у тебя есть потрясающая классика в лице Шостаковича, Хачатуряна и далее всех тех, из кого они вышли. Ну, какое Deep Purple! Ну, чего ты популизмом своим пытаешься завоевать какие-то мизерные голоса у молодежи, которые воспитаны благодаря тебе на этом же Deep Purple? Вы посмотрите все эти конкурсы по телевидению, где практически не услышишь русской речи и русской песни. Театральное искусство предлагает зрителю легкую возможность погрузиться в чувства чужие, чтобы разбудить свои. В ответе на вопрос, какие при этом чувства будут разбушены, и лежит правда о том, кто он, творец этого театрального действия, созидатель или разрушитель. Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что, наверное, речь идет о сохранении тех традиций, традиций, театральной ли школы, медицинской ли школы, научной ли школы какой-то, да, нашей музыкальной ли культуры, школы и так далее, и так далее. Сохранить это очень трудно сегодня оказалось, потому что тут же появляются какие-то быстро растущие таланты. Нету быстро растущих талантов. Точно так же, как хороший цветок или хорошую яблоню, нужно растить много лет, чтобы получился хороший плод. Но самое главное, что меня волнует на сегодняшний день, это сохранение традиций. Ну, малый театр, знаете ли, это такой, можно сказать, традиционный театр, вот с такой мимикой, а можно сказать, ну, это традиционный театр, это традиции. Почему-то так японцы не говорят о своем кабуке, французы не говорят о комедии францесс, французы не говорят о королевском национальном театре, да, шекспировском. А мы почему-то вот, ну, это музей. Разве музей плохо? Разве в Третьяковке это плохо? Эрмитаж плохо? Пушкинский плохо? Помимо музея сейчас там и музыкальные концерты, и музыкальные вечера. Почему так надо? Да, и кто-то говорит, да, да, надо по-новому. Давайте рубить будем старое. Мы уже рубили, и не один раз. Потом все возвращалось. Максим! Че? Пойдем, Максим. Ну так че? На Казиму! Давайте! Подписал я! Так, картиш сооруди. Лихие реформаторы. Сколько их было в истории театра? Сколько раз они предлагали зрителю свои новаторские формы? Формы, которые искусство театра с трудом, но пережило. Переживет оно и Серебренниковых. Вон в Пушкино, что совсем рядом с Москвой, едва не в сарае, новое поколение актеров репетирует спектакль. Нет, не пластилин. Эзопа. То же, как и у модного сегодня Серебренникова, про любовь. Ты не должен умереть. Ты успел показать папирсу в освобождении? Нет. В этом твое спасение, Эзоп. Разве ты не для этого его спрятал? Нет. Я спрятал его, чтобы перед смертью еще раз увидеть тебя. Зная, что я раб, они бы, несомненно, привели бы меня к Санфу. К тебе. Глупый, глупый, но ты должен спасти свою жизнь. Запомни, философ. Даже если бы ты не наказал меня сейчас, даже если бы ты вообще меня не наказывал, мой выбор наказание для свободных людей. И ты умрешь. Я хочу сказать тебе, некрасивый человек. Ты прекрасный. Жители Санфуса, возьмите ваш сосуд. Знайте, люди. Вы свободны. Помни, Ксан. Все люди созрели для свободы. Созрели, чтобы отдать жизнь за нее. Я тоже созрел для свободы, но я зелен для любви. Силен для жизни. Проклятие рабство. Расступитесь. Дайте дорогу свободному человеку. В этой нетопленной комнатке ни занавеса, ни декорации. Но здесь есть душа. И у спектакля, и у актеров. После изопа зритель должен задуматься, а так ли я живу. Правильно ли я делаю? Я иду к пропасти или иду к женщине? Он должен, я не хочу повторяться, быть очищенным, он должен открыть в себе какие-то другие грани. Люди просто обыватели. Они живут, как они живут. Им больше ничего не надо. А человек должен прийти, посмотреть спектакль и понять, а ведь живут же люди по-другому. А почему я такой? А тут любовь. А почему они не вместе? Она же могла, а он мог. Нет, тут что-то не так. Должна работать мысль. В человеке должно пробудиться вопрос и желание узнать что-либо. Сколько раз мы уже видели после спектакля у людей слезы на глазах. Значит, актер, режиссер выполнили свою работу. Театр, мне кажется, сегодня последний форпост, который еще держит оборону в наступлении вот этого обесчеловечивающего мира, который превращает людей в товар. Театр сегодня вновь стоит перед выбором. Следовать вульгарным вкусам публики и собирать с нее богатую дань? Или пытаться вернуть в души чистоту, любовь, совесть? Театр – это идеология. Театр, литература – это идеология. Извините меня за старое слово, такое, как бы, слово из того государства, в котором я вырос. У нас недавно был такой случай. И вот мы отыгрываем «Горе от ума». Юбилейный спектакль. Идеально смотрели. тишина, реакция, все нормально. А зал битком был набит. И вдруг в конце, когда мы вышли на поклон, вдруг начался топ, подсвист, вау, вот это, как на стадионе. Мне пришлось остановить это. Я сказал, дорогие мои ребятки. Конечно, спасибо вам, что вы вот так реагируете, но вы не виноваты. Наверное, вас не научили, что вы сейчас находитесь не на стадионе, а в театре, старейшем русском театре. Вот вон там, в афетеатре сиживал Гоголь Николай Васильевич, А вот здесь Чайковский, и здесь когда-то он вместе со студентами ставил Евгений Онегин оперы впервые. Хаживал и Чехов, Антоша, будучи другом Александра Павловича Ленского, нашего артиста, и так далее. И первые свои спектакли, предложения, свадьба, они шли в малом театре. Была гробовая тишина, а портер стал аплодировать. В споре о будущем театра всегда прав будет только один – зритель. Пусть он имеет возможность пойти в любой театр – и в провокационный, и в классический. Важно не это. Важно то, каким он оттуда выйдет. И станет ли его душа добрее, чище, честнее. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова